Вот смотрите, сейчас объясню. Вот бывают три состояния у человека чувства собственного достоинства. Одно состояние агрессивное, когда человек сильное достоинство имеет, вот как мама у неё, она сильный человек, сильное достоинство, но агрессивное. То тогда в этом случае нужно ставить стенку, ну то есть отодвигаться от этого человека и также иметь сильное чувство собственного достоинства. не унижаться и становиться тряпкой рядом с таким человеком агрессивным а воспрять духом стать покрепче и сделать отпор ну то есть сказать извини мама как бы у меня своя жизнь если ты будешь на меня нажимать я буду вот чуть от тебя подальше держаться и не буду делать как ты хочешь а если ты хочешь дружить тогда успокойся немножко ослабь свое давление она естественно не не станет вас слушать тогда вы ну пусть плать плакать и кстати это это тоже тип женского давления вот плакать это как мужик допустим ругается женщина плачет это одно и то же этот способ давить плакать надо это правильно понимать что это тоже агрессия она таким образом вас продавливает просто слезами это агрессивное поведение неосознанное женское агрессивное поведение если агрессию человек совершает надо просто не обращать внимание держаться на расстоянии ставить условия и тогда она трезвеет понимает что по-другому не не получится в жизни на силу всегда нужно совершать силу теперь человек 7 человек имеет сильную позицию внутреннюю но нейтральную он сильный человек а ты слабый допустим но он нейтрально себя ведет он на тебя не наезжает тогда тоже стать сильным и так и устанавливай такие отношения достаточно ну спокойные ненавязчиво нейтрально с ним себя веди если человек имеет доброе отношение тогда можно ближе с ним быть ну то есть есть три типа людей есть невежественные люди от них всегда надо держаться дальше и сильнее быть сильнее с такими людьми есть страстные люди они нейтрально себя ведут они деловые отношения строят ну ты нам тоже с ним лезть в это близкие отношения там выяснять что-то просто выполнять свои обязанности перед ними служите и как бы живите чуть-чуть на расстоянии а если человек добрый он хорошо относится но будьте ближе к нему просто вы поймите если вы сами не устанавливать правильную дистанцию с людьми тогда вы будете страдать человеком нужно выстроить правильную дистанцию всегда агрессивный человек нуждается в коррекции агрессия всегда должна преодолеваться с помощью внутренней силы дистанции достаточной вот смотрите допустим что пьяница и дебошира никто вас не заставляет страдать вы не узник узник концлагеря вы можете вообще жить соседней комнате запираться от него или жить в другом месте и считать его своей женой допустим вас никто не заставляет страдать ваше мучение это всего лишь неправильное понимание вещей некоторые люди думают или я ухожу от него или я мучаюсь вместе с ним нет живи отдельно не мучайся ставь условия но если человек мучается знать что-то сам невежестве находится он не понимает как правильно совести с людьми которые недостойны близких отношений мать означает уважение уважение не означает унижение говорить мама я тебя уважаю но если ты будешь агрессивно себя вести я буду защищаться вот допустим если у меня есть какой-то родственник старше имеет право надо мной издеваться нет и он старше я его уважаю как старше но если он начинает надо мной издеваться я защищаюсь потому что он никто не имеет права издеваться над человеком не старший не младший не равны никто если человек начинает издеваться он нарушает закон бога я защищаюсь но при этом его уважаю я говорю дядя там или тетя там или еще кто-то я буду как бы вести себя строго сейчас потому что ты нарушаешь законы ведешься агрессивно хоть ты и старше эти уважаю но я не позволю тебя унижать ты не имеешь права этого делать потому что человек должен жить гармонии со всем миром никто не имеет права его унижать без надобности хоть старший хоть кто не имеет значения а если насилие совершается надо насилие отвечать наказанием хоть кого наказывать хоть старший хоть младший наказал имеет значение если человек нарушает закон должен быть наказан иначе он еще дальше будет совершать вашем случае тогда тут еще два случая был вообще побили человек